Ну что вы, товарищ кондуктор, ну вы же честные люди. И здесь шли очень встреченные боевые действия, которые закончились в феврале 1945 года. Ну я пиво люблю больше, чем кофе по утрам, поэтому... Поездка только началась, а я уже доволен. Дима, о существе тестовой речи. Тестовая речь может быть только о чем? О погоде. Погода, ***. Мы едем, и она все не улучшается и не улучшается. Ждем положительных результатов. Отличный вид, горы, поля, луны, озера. Такая Европа. Наслаждайтесь. Вот церковь не классического вида. Египетского такого, у него египетский стиль. Прикольные плоские дома. Компту ширина. Практически. Чё, Дима, комфортно тебе? Ну, нормально, да. Уже в этом пассате было ноль. Нет, тут вообще офигенно, честно. Кожа-то прохладная. Да, ну, первый час греешь, потом пожинаешь плоды. Не, блин, не смотрим чай. Вот что происходит, когда у людей очень много навигаторов. И они не знают, как в форму пойти. Ну вот, мы так стоим, вот так. Друзья, а откуда мы вышли вообще? Вот оттуда, из подвала. А, вот. Вот прямо идем. Так, что-то там. Давайте пойдем в какую-то проблему, пойдемте туда. Так, ну что, граждане туристы, опишите ваши впечатления. Завтра туристы отличные колбаски. Да, 600 рублей. Вкусные? Да. Пока не пробуют. Да, я думаю, вкусные, блин. Они всегда вкусные. Так, сейчас попробуем. В 10 евро я бы так можно пойти. Колбаска. Колбаска такая разваливается. Почему? Ну, 10. Дальше, она натуральным чревом. Со специями, вкусно приготовлено. Отлично. Вообще, они явно уже сменил обзор в крупном количестве. Вот, кошерной пищи здесь сменил. Да, вкусно. Дима, ты выпил с утра. Доволен ли ты этим? Нет, я не люблю киполь по утрам. Но я пиво люблю больше, чем кофе по утрам. Поэтому выбора особо не было. Ты вот, Саша, выпил водки с утра. Не водки, а риски. Да, выпил я не водки, а риски. Да, все-таки водки я особо не любитель. Ну, поэтому с утра, так сказать, для бодрости духа. Начал день с виски. Вот, продолжаю, соответственно, завтраком с очень вкусной колбаской. Да, у нас еще день впереди. Единственный вопрос, почему ты не взял пиво? Колбаски. Да, ну, решил после виски, как бы, да, уже не мешать. Да, и выпить еще кофейку. А, уже там к алкоголю перейдем уже во второй половине. Вот эти прекрасные женщины. Ну, и мужики. Ничего. Какой-то дворец. Вот я там был, но я не запомнил, что за дворец, что там находится. Помню, было обидно, что не попал на фуникулер. Пришлось идти пешком. Да. Да. В принципе, это достаточно, чтобы знать большую часть информации об этом месте. Не опаздывайте на фуникулер. Как называется река? Дунай. Дунай. Пожалуйста, Дунай. Есть. Дунай. Четка-пипет, друзья. Да. Диндельно, именно, прям, по-моему, вторая венгерская армия. В Зву Аспесно, уже когда восени 1944 года, соответственно, На порте уже начал проводить сепаратные переговоры граждан с союзниками, с Советским Союзом, с Англией и, соответственно, с США. Соответственно, он был свергнут, Венгрию возглавил Салаши, вот именно доставленник Гитлера, который тоже являлся нацистом. И, соответственно, вот там уже начались массовые расстрелы евреев, которые, в общем-то, только спасло уже приближение Советской армии под стены Будапешта. И здесь шли, в общем, ученые боевые действия, которые закончились только в феврале, в 45-м году. Ну, то есть очень сильно Будапешт пострадал вследствие Второй мировой войны. Такая вот история. Да, потом сделаем 3D-съемочку. А кто этот мужик? С конем. Андрасси. Наверняка Андрасси. Я хотел сказать, что это какой-нибудь Карл, но ладно. Нет, это Андрасси. Гуава. Скорее всего. Граф какой-нибудь, да, титул. Ага. Ивлан. Ну, и он на коне. Как зовут коня? Пусть будет Буцефал. Буцефал, я тоже так думаю. Ну, вообще, это здание парламент. Вид сбоку. Потом мы посмотрим его еще и через, вот с того берега. Ага. Пожалуйста. Не просто. Судя по сути коронации, был он не просто так. Человек. Думаешь, это два человека в одном памяти? Думаю, что это один. Ну, вот смотрите, он лысый здесь, а там волосатый. Скорее всего, это разные люди. Ну, или Риэл Трансхайр. Да ладно тебе. Точно тебе как бы. Слушай. Похож на Маркса? Блин. Чуваком с бородой-то и... В глубине. А если ему бороду... О, а это вот Ленин, да? Нет. Если ему бороду сбрыть, то на Ленина будет похож. Нет. Справа мужик в этой мусульманской такой фреске. Да, и вот. А он слепой пью. Ну, вот это у нас парламент. Вот вид сзади. Может впереди. Даже не знаю, где у него зад. Ну, это всё. Ну, что основной вход справа. Вот да, 56-й год. Когда мы на танках проехались по этой площади. Люди до сих пор вспоминают. Вот. Какие-то пулевые отверстия. Первого от души. Вот. Выбрали. Моркутов. Которые. Это залива. Чемов. Потому что. Там сезон дождей. И много осадков. А мы это сезон дождей. Почитали всё честно. Мы всё как бы приезжаем. Камелистые пусты. Мороженое. Кусто. Мороженое. Кусто. 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 245 килограмм. Судя по вашему виду вы уже подутомились немножко Не, так нормально Не, не знаю, культятки немножко болят Я уже доволен, понимаешь Поездка только началась, а я уже доволен Замечательно Так что все отлично